Сейчас главный фактор, который сдерживает наступление, это нехватка подготовленного личного состава и, соответственно, тактика командиров, рот и батальонов, которые входят в боестолкновение с украинскими войсками, ведет к тому, что россияне пытаются экономить личный состав. И в случае, если наталкиваются на серьезное сопротивление со стороны войск Украины, они отходят, они не пытаются бросать все в бой, то, что у них есть, потому что это чревато очень большими потерями. Но эта тактика, она характерна для подразделений тактического уровня. То есть, если, скажем, ротная боевая группа, боевая ротная группа входит в какой-то населенный пункт, наталкивается на сопротивление, отходят батальонные тактические группы точно так же. А вот командование всей операции, прежде всего генерал Дворников, который назначен Путиным в качестве командующего операции, они, наоборот, стремятся гнать войска в бой как можно быстрее, добиваться как можно более быстрых успехов, чреватых тяжелыми потерями, для того, чтобы добиться хоть каких-то видимых результатов, ну, допустим, к 9 мая или к какой-то иной, возможно, дате более длительной. Ведь в Москве понимают, что длительная война такой интенсивности, которая идет сейчас в Донбассе и в других районах Украины, она приведет к истощению резервов личного состава. И тогда придется, тогда может встать очень тяжелый вопрос, а чем, какими войсками, какими силами отражать наступление, контрнаступление украинской армии. Потому что об этом наступлении говорят очень многие эксперты и наблюдатели. И по мере того, как войска Украины будут насыщаться, а они будут насыщаться западным тяжелым вооружением, очень эффективным оружием, вот тогда где-то к концу мая может начаться контрнаступление войск вооруженных сил Украины. И для отражения этого наступления русским приходится экономить силы. Вот эта вот тяжелая ситуация, которая уже возникает для русских войск, она, кстати, в перспективе может оказаться очень, чревато очень тяжелыми последствиями для российской армии. Понимаете, если дворников по приказу из Кремля гонят все войска в бой, но они несут тяжелые потери и ресурсы истощаются, но успехов особых мы не видим, продвижение крайне медленное. И что будут делать российские войска после того, как начнется контрнаступление, какими силами они будут его отражать, вот в этом вопрос. Продолжение следует...